Всем привет! Сегодня начинаем серию обзоров по немецкому генератору импульсов, вернее о том, что удалось с него снять, так как материала получилось много и в одно видео оно все не уместится. Я разобью его на несколько роликов. Итак, начнем с транзисторов и микросхем. Вот, обратите внимание, где-то я читал, что это даже может быть и микросхема. Как мы видим, буква М обозначает, что выпускала ее фирма Motorola. Смотрите, сколько позолоты сзади. Вот они, таких больших восемь штук удалось снять. Дальше идем помельче. Тоже фирма Motorola. Названия не буду сейчас перечислять, они все потом будут в описании написаны. Чем-то похоже на наши КТ-815. Но, опять же, напомню, где-то я видел на сайтах, что это могут быть микросхемы, а не транзисторы. Может, я ошибаюсь, поправьте меня. Вот сколько штук я снял их. Далее, вот такие вот названия не видно, но все это будет в описании потом. Сзади тут белая, ну а сами ноги, как вы видите, позолоченные. Таких три штуки было. Дальше вот два диода таких удалось снять. Ну, я думаю, цена 3-5 рублей каждому. Кстати, по вот этим. Ну, думаю, цена рублей 20 будет за каждый такой. Дальше транзисторы типа наших полевичков. Я их разбил тоже на несколько групп. Это мотороловский. Это один вид. Тоже они все мотороловские. Вернее, не все. Тут вот другой значок. Я так и не понял, что это за фирма. Если кто знает, напишите в комментариях. Ориентировочно такие импортные детали. Стоит, ну, рублей 10 может с позолоченными выводами. Вот тоже логотип неизвестно какого завода. Так как таких, кстати, логотипов здесь много будет встречаться. Я так и не нашел, что это за фирма-производитель. Вот, как видите, 4 вывода. Тут логотип буква С. Он один такой здесь. Далее. Тоже моторола. Фирма. Ну, тут они вот все одинаковые. Примерно в одну кучку я их положил, которые одинаковые. Далее. Опять моторола. Ну, это немножко другая разновидность. Наши похожи на наши полубочонки. Только у наших полубочонков ноги не позолоченные. А тут, обратите внимание, у всех у них позолоченные ноги. Тоже моторола их выпускала. Далее. Опять моторола. 3-315. Три вывода. Цена таким рублей 10-15. Тут пластмассовый. Заглушка какая-то была. Вот эта кучка. Дальше идем. Вот это другая фирма. Я вам один транзистор показывал. Тоже вот с этим логотипом. Так и не нашел я. Вот эта вот вся куча. Все они оттуда. Той фирмы. Если кто знает, напишите. Дальше. Вот три штуки. Фирма Теледайн. Тут надписи какие-то. 81-й год, 10-й месяц. Еще одна разновидность микросхемы. Ну, такой здесь один всего лишь был. Тоже не знаю, что за фирма его производит. Вот этот логотип. Производила. Может, ее даже сейчас и не существует. Следующие два штуки. Фирма RCA. 81-й год, четвертая неделя. Их два только всего здесь было. Ну, и последнее в этом выпуске, последнее, это микросхемы из Гонконга. Вот написано Гонконг, 44-я неделя, 79-й год. Их тут несколько штук. Две разновидности было. Вот еще такая есть. Тоже написано Гонконг. С пластмассовой подложкой. Три вывода. На этом обзор закончен. Ставьте лайк, кому было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Попрошу, если кто что-либо знает о фирмах-производителях, которые я здесь озвучил, но не нашел, напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!